Эдж оф Конан Эскейп Фром Парадайз Сити В начале октября кросс-жанровый проект Escape from Paradise City ушел на золото. То есть, проще говоря, мастер-диск с готовой игрой отправили на заводы, чтобы отпечатать первый тираж. Скорее всего, сейчас, когда ты станешь смотреть этот выпуск видеоновостей, проект успеет добраться до прилавков магазинов. И мы всячески рекомендуем ознакомиться с редким представителем гибриды различных жанров. В нашей стране Escape from Paradise City выпустит компания Бука. Локализация должна вот-вот поступить в продажу. Бео-Вульф 16 ноября в кинотеатрах начнут показывать эпический фэнтези-фильм Бео-Вульф. Бюджет картины о легендарном Северном Бойне составляет 150 миллионов долларов. Как водится, к премьере блокбастера приурочили выпуск одноименной игры. Если любишь мясные экшны, не пропусти. По крайней мере, на данный момент выглядит виртуальная версия Бео-Вульфа очень внушительно. Кстати, в игре будут показаны 30 лет жизни Бео-Вульфа, не нашедшей отображения в фильме. Project Origin Если кто еще не в курсе, Project Origin — это название сиквела к шутеру от первого лица «Хир». Разработчики позволили геймерам самим выбирать имя для новой истории о жуткой девочке Альме. Онлайн-овое голосование завершилось безоговорочной победой Project Origin. Сложно сказать, чем полюбилось это название сиквела, однако вовсе не в нем дело. Игра выйдет в будущем году, а нам пока остается следить за событиями. Command & Conquer 3 Кулпа Иннато Если из чистого любопытства ты хочешь узнать, какие игры делают в Турции, обязательно познакомься с Кулпа Иннато. Кует-адвенчура — дурацкое название на латыни, но, если верить пиарщикам, очень крепкий сюжет в киберпанковом стиле. Что любопытно, часть событий разворачивается на территории России. В нынешней стране турецкий квест будет выпущен компанией Акелла под более вменяемым названием «Презумпция виновности». Legend – Hand of God Немецкий ролевой экшен Legend – Hand of God самонадеянно претендует на лавры убийцы Дьявла. Сомневаемся, что разработчики игры смогут заткнуть за пояс Blizzard Entertainment, но, тем не менее, им уже удалось продать права на экранизацию. Правда, делать фильм по Legend – Hand of God собрался не именитый режиссер, а обладатель титула «Худший киноремесленник» Ули Болл. Ему понравилась фэнтези-вселенная, показанная в игре, и лихо закрученный сюжет. Болл планирует приступить к съемкам уже в следующем году. Мьютант Экшен «Мьютант» разрабатывается чешской студией Napoleon Games. Игра выдержана в лучших традициях трэшевых фильмов ужасов. Сюжет повествует о несчастном сиротке, выращенном в секретной лаборатории. Мальчика превратили в мутанта с четырьмя руками и сверхъестественными талантами, начиная от телекинеза и заканчивая способностью замедлять время. В общем, получилась идеальная машина убийства. Игра должна выйти в конце года. Российской локализацией занимается компания Келла. Прототайп Студия Radical Entertainment анонсировала свой новый проект – экшен с открытым геймплеем Прототайп. Главный герой игры не помнит ничего из своего прошлого. Неожиданно он обнаруживает, что умеет становиться точной копией убитых врагов и обретает их умение и воспоминания. Что ж, согласитесь, завязка звучит любопытно. Пока нам, впрочем, остается ожидать новых подробностей. Выход игры состоится нескоро – летом 2008 года. Shadow Grounds – Survivor Финская компания Frozen Bite завершает работу над аркадным экшеном Shadow Grounds – Survivor. Игра выдержана в духе Alien Shooter и подарит многие часы бездумного, но радостного отстрела монстров. Отличный шанс немного расслабиться среди традиционного марша тяжеловесов этой осенью. Space Siege Глава студии Gas Powered Games Крис Тейлор охотно общается с журналистами по поводу своего нового проекта – ролевого экшена Space Siege. Игра является духовной наследницей Dungeon Siege. Однако на смену фэнтези пришла фантастика. Земля погибла под натиском инопланетян, уцелел лишь один космический корабль с беженцами. По словам Тейлора, главная дилемма в Space Siege – превратить героя в гриб-киборга, чтобы спасти человечество, или пойти сложным путем, но сохранить людское обличие. Выбор за тобой. Sunrise Sunrise – загадочная игра. Ее релиз намечен на осень, а о прайке пока ничего толком не известно. Мы знаем лишь, что это адвенчура, делают ее в Германии, а сюжет повествует о трех друзьях, мечтающих получить Нобелевскую премию. Ради достижения цели парни пошли на опасный эксперимент. И не спрашивайте нас, что было потом. Turning Point Стратегия World in Conflict наглядно показала нам, что бы произошло, если бы советская армия вторглась в США. В шутере Turning Point атаковать Америку будут не русские солдаты, а фашисты. Нападение, организованное студией Spark Unlimited, планировалось на конец осени. Однако предновогодние сезоны так богат на игры, а потому рвес шутера благоразумно перенесли на начало следующего года. Warhound Создатели шутера Call of Juarez сейчас доделывают Warhound — игру, рассказывающую о суровых буднях воина-наемника. Разработчики обещают открытый геймплей и ультрасовременную графику, почти как в Crysis. Смелое заявление, но, учитывая ориентировочную дату выхода, шансы ему соответствовать и в студии Deathland есть. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова